всем привет вы на канале вышивка плюс меня зовут инесса и сегодня я хочу повышивать работу бисером да я соскучилась по бисеру вот эта работа у меня очень быстро вышита была за неделю и захотелось мне начать еще что-то новенькое бисером и я решила взять вот такой наборчик от волшебной страны это органайзер сейчас мы посмотрим что входит в набор и начну вышивать вот здесь у меня вот такие коробочки я еще их не освободила сейчас пересыплю отсюда бисер это от предыдущей работы очень удобные вот эти отдельные коробочки клею их на липкий коврик вот сюда вот еще рассыпаю бисер чем удобный вот этот вот большой коврик но и сейчас посмотрим что же входит у нас набор в набор входит инструкция как вышивать бисером открыточка вот такой открыточки у меня еще не было волшебная страна всегда вкладывает свои наборы разные открыточки заготовка это перфорированная фанера дырочки вот видите и дырочки у нас уже по схеме расположены также идет у нас нижняя часть с ячейками органайзер для вышивки бисера бисером рассчитан на 10 цветов для небольших процессов сайте вот от волшебной страны процессы сюда идеально подойдут и вот такая заготовка с магнитиками видите по краю дырочки это вот так должно сшиваться ну то есть с обратной стороны не фетр а с обратной стороны вот такая будет деревяшка и все это дело у нас будет вот так закрываться также в пакетике у нас ниточки здесь три катушечки а я кстати люблю вышивать по дереву в две нити вот изначально в наборах волшебной страны было очень мало ниточек и вышивала вышивать нужно было в одну нить но я все равно вышивала в две у меня ниток не хватало и поэтому я отдельно еще заказывала вот такие ниточки от волшебной страны все наборы и вот эти нитки я заказывала в украинском магазине иголочка иголочка ком ю а ссылку на этот магазин я вам оставлю переходите смотрите там большой ассортимент товаров украинских производителей и смотрите здесь еще в наборе вот такой шнурочек этим шнурком шнурком нужно прошивать край я уже шивала игрушки на деревянной заготовке в принципе у меня аккуратненько получалось но правда я шивала простыми нитками не таким шнурком но я думаю что у меня все получится и давайте сейчас посмотрим сколько в наборе цветов а цветов у нас с вами 8 такого органайзера вполне достаточно будет посмотрите какие красивые цвета мои любимые розово-сиреневые оттенки и также идет схемка также в схемке показано откуда нужно начинать вот видите стрелочка стрелочка показано откуда вышивать и какое должно быть направление бисеринок если вы начнете вышивать по-другому то вот дырочки перфорация может у вас не совпасть поэтому когда вы вышиваете на деревяшках обязательно смотрите в схеме указано откуда начинать вот рекомендуемая начальная точка в работе и направление стежка то есть бисеринка вот так должна лежать вышивать будем с него с нижнего левого угла в правый верхний они наоборот вот так я пересыпала бисер в эту же коробочку которую вышиваю в этот же органайзер по цветам авторучка и мелко-мелко вот так написала циферки чтобы не сбиться со счету я всегда прям на органайзерах все подписываю очень редко когда клею ярлычки вот так подписать это надежнее кстати на дереве можно выжечь если кто-то умеет выжигать можно вот эти значки вышить кстати выжечь кстати вот жалко что волшебная страна не предусмотрела вот такую нумерацию может быть кто-то не сбивается потому что всего 10 цветов но если у нас здесь используются три цвета зеленых зеленого вот такой желто зеленый вот сейчас я начала вышивать у меня вот здесь сейчас начинается с 7 значка и вот мы видим зеленых вот два зеленых но у меня так надежнее пусть даже мало значков когда они подписаны мне так надежнее все закончила я вышивать бисером вот такая у меня получилась крышечка красивая и теперь нужно вот эту обратную сторону пришить здесь вот по краю идут дырочки и вот этой сиреневой ниточкой нужно будет пришить аккуратненько спрятать кончики ниточек внутрь между вот этими заготовочками девочки просили показать подробно как я вышиваю бисером и как раз у меня предыдущая трансляция была я прям в трансляции показывала как я вышиваю как я нитки закрепляю а если кому интересно а можете перейти в трансляцию посмотреть почему запустила в трансляции потому что сразу зрители в чате могли задавать вопросы а я на них отвечала бисеринки остались бисер запасом всего хватило но все сейчас сошью между собой вот эти вот две заготовки и все и мой органайзер готов еще есть у меня вот такая шкатулочка тоже в этом же магазине иголочка комьюа заказывала люблю я вышивку на деревяшках а кстати вот одной иглой вышивала уже вторую работу ну и особо даже игла не погнулась уже у меня есть опыт поначалу ломала иглы гнула ну а сейчас уже как-то приспособилась все хорошо получается в этой коробочке у меня вот мусорничка и иголочки кстати иголочки от волшебной страны в этот раз была вот такая длинная игла и покороче вот эта игла который покороче здесь большое ушко очень хорошая иголочка в общем две штуки на выбор замечательно раньше были вот такие очень длинные иглы они удобные но у них маленькая а маленькая ушко вот это так что вот теперь две иголочки все завершила органайзер вот так прошила его по краю это шов вперед иголка по-моему тамбур на его называли раньше вот так все получилось аккуратненько а я не стала снимать видео как я пришиваю заготовку посмотрела видео маринке прок и я точно так же как вот марина прошивает край я абсолютно точно так же его прошиваю поэтому не стала снимать такое видео можете посмотреть марины остался вот такой кусочек нитки вот единственная сложность какая была эту нитку не нужно заранее отрезать вот как она есть длинная так нужно ее заправить в иглу но при этом вот такую бисерную иглу конечно же не влезет такая нить а и я взяла толстую иглу который вышиваем она не пролазила в эти дырочки ну в общем мне сложно было подобрать иголку и потом в конце когда я закрепляла нужно было назад протащить то есть завязать узелочек здесь на лицевой стороне и назад вывести хвостик и одну иглу я сломала но это единственная была такая сложность вот во всей работе даже не прошивка прошить все легко а только в конце закрепить нужно было закрепить так чтобы хвостик не было видно ну в общем у меня все получилось нормально аккуратно главное вот эту крышку пришить нужной стороной что вы видите вот это вот красивое чтобы рисунок вот этот был на этой стороне они внутри нужно вот внимательно обратить внимание вот здесь потому что у нас магнитики не столько из-за рисунка сколько из-за магнитиков Магнитики у нас на этой стороне, и вот так органайзер у нас будет закрываться. Все, вот такая теперь у меня есть красивая коробочка для бисера, рассчитанная на процесс, где используется 10 цветов бисера. Кстати, некоторые девочки в одну ячейку по два цвета бисера насыпают. Если в работе 20 цветов, и они контрастные, в принципе, тоже можно его использовать. У меня есть отдельный плейлист о готовых работах. Если вам интересно, что я еще вышиваю, оставляю вам ссылочку на плейлист. На экране будут квадратики, это ссылки. Если на них нажать, то вы перейдете на плейлист, либо на рекомендованные мной видео. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Инесса. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok